Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в Гластях Владимир Степанов, главный внештатый эпидиатр. Минздравы, Чуваши. Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Владимир Геннадьевич, предлагаю сегодня поговорить на такую тему, что на этой неделе в республике пройдет благотворительный марафон «Время помогать». Чему он посвящен? Кому «Время помогать»? Марафон организован благотворительным фондом «Время помогать». Фонд относительно молодой. Он был утвержден и учрежден в мае 2017 года. И цель данного фонда, как и любого другого фонда, это помогать детям с ограниченной возможностью в первую очередь, либо тяжело больным детям. Цель и задача фонда и проведение непосредственного марафона это донести до людей, и в частности, для тяжело больных детей и пациентов, что физические ограничения и болезни не являются приговором, что у этой категории детей есть все возможности для развития своего творческого и иного потенциала. Ну и в частности, на живом примере Даниила Плужникова, который выступит с благотворительным концертом на базе Республиканской детской больницы, в здании Чуварской филармонии, государственной филармонии. И на его примере будет показано, что вот он живой пример, ребенок с ограниченными возможностями, но тем не менее с огромным творческим потенциалом. И он может также, как говорится, наряду с другими выступать перед публикой, заниматься делом, которому нравится, и тем самым жить полноценной жизнью. Вот вы говорите, что благотворительный фонд «Время помогать» он достаточно молодой, ему там несколько месяцев, а 20 сентября основное мероприятие в рамках благотворительного марафона – это единственное мероприятие? Благодарительный фонд «Время помогать» уже на сегодняшний момент организовал несколько мероприятий. Значит, организовал выезд, организованный выезд пациентов, родителей, врачей, то есть по святым местам, на теплоходе. И вот на сегодняшний день, у нас 20 сентября, снова еще одно мероприятие в рамках этого марафона – это непосредственно организация концерта. – Концерт будет в этот день, два концерта, да, в филармонии и в детско-республиканской клинической больнице на Гладково, которая находится, да? – Совершенно верно. – У нас так, как сказать, не могу сказать, там, много или мало, вот у нас нужно помогать детям с помощью благотворительных, вот каких-то марафонов, у нас помощи государству недостаточно? – Это абсолютно не так, значит, государство, в частности, Министерство здравоохранения республики, правительство Российской Федерации, правительство Чувашской республики, Министерство здравоохранения Чувашской республики целиком и полностью обеспечивает получение бесплатной, качественной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, и тем более детям с ограниченными возможностями. То есть каждый ребенок, будь то это ребенок с ограниченными возможностями, будь то это обычный ребенок, нуждающийся в оказании какой-либо помощи, они обеспечены государством, качественной медицинской помощью бесплатной. – Но это, наверное… А почему тогда проводятся благотворительные марафоны, организовываются благотворительные фонды? Для чего вот это надо? – Благотворительные фонды, значит, как правило, они осуществляют те же самые концерты благотворительные, да, средства которых идут не на оказание медицинской помощи, а, так скажем, на сопровождении. То есть когда есть необходимость, допустим, выезда родителей с пациентами куда-либо, то есть это те, так называемые, бытовые моменты, да, то есть проезд. Ну мало ли у нас в семье, как говорится, есть малоимущие, то есть с недостатком. Вот для этих детей, как правило, и организуют благотворительные фонды, так называемые, сопроводительные мероприятия. – Скажите, а вам часто в вашей практике приходится сталкиваться вот с такими благотворительными марафонами, благотворительной помощью, благотворительными фондами? Как люди объясняют свое желание организовывать такие мероприятия? – Как правило, они говорят и объясняют это чисто человеческими, как говорится, моментами. Человеческие моменты – желание помочь детям, людям. – То есть когда люди отзываются на чью-то боль, хотят каким-то образом помочь? – Совершенно верно, да, потому что на данный момент у нас активно работают волонтеры с той же самой категорией пациентов, так называемые, онкогематологического профиля, да. То есть это совершенно работа абсолютно бесплатно проводят они. Уделяют этому большое время. Устраиваются праздники. Для пациентов, которые находятся на лечении. То есть максимально приблизить пребывание пациента в учреждении, в медицинском учреждении, ближе к домашним условиям. Чтобы ребенок мог отличиться. И как-то вот эмоциональный настрой, который помогает тоже в процессе лечения. – Куда будут направлены средства? В частности, от этого благотворительного марафона. Есть, может быть, какое-то целевое назначение? – Ну, определенная цель, но цели общие. То есть все средства пойдут, значит, на, как я уже сказал, на сопроводительные мероприятия для лечения деток, в том числе детей с ограниченными возможностями. Есть определенные обстоятельства, когда вот, я же еще раз повторюсь, когда у родителей нет возможности, допустим, да, те же самые, вот, оплатить дорогу. Но, опять-таки, это надо говорить о тех детях, которые не имеют статуса инвалида, ребенка-инвалида. Потому что, соответственно, законодательством, дети с ограниченными возможностями, где ребенок-инвалид, они имеют все возможности, даже в том числе и оплатить проезд. И, находясь в федеральных учреждениях, находясь в федеральных учреждениях, то же самое пребывание родителей. Как правило, это у них происходит. Они живут либо на съемных квартирах, либо есть специальные, как говорится, помещения гостиничного типа, где размещается родитель на время лечения ребенка в федеральных учреждениях. Ну, наверное, как любым детям, детям с ограниченными возможностями, хочется чем-то побаловаться, да, и их побаловать хочется, может быть, на такие... Совершенно верно. Вот как раз и эта цель тоже, средства боготворительных марафонов, они идут, как правило, на покупку тех самых новогодних подарков, да, игрушек, каких-то канцтоваров, принадлежностей для учебы, книжек. Для обеспечения, значит, пребывания ребенка в учреждениях, то есть это интерьер, игрушки, мягкая, веселая, мягкая мебель, расписывание стен. Как могут жители Чувашии помочь в рамках этого благотворительного марафона? Вот что им нужно будет сделать? Я бы сказал, это проявить, как говорится, свою человеческую позицию, проявить милосердие, поучаствовать непосредственно и прийти на концерт, тем самым как бы финансовая, как говорится, возможность, насколько это возможно. Ну, я думаю, везде и в интернете есть непосредственно реквизиты этих фондов, и если у людей есть желание огромное помочь деткам, то они имеют возможность перечислить, какие возможные средства, материальные средства на счета этих фондов. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Владимир Степанов, главный внештатный педиатр Минздрава Чувашской Республики. Мы говорили о благотворительном марафоне «Время помогать». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова